Всем привет! Вокруг так называемой чистки сосудов сложилась целая индустрия и немало мифов. Однако наши сосуды не трубы, даже теоретически прочистить их, чтобы избавиться от холестериновых бляш или отложения кальция совсем не так просто. А существует ли вообще чистка сосудов или это заблуждение и маркетинговый ход? Обо всем этом вы можете узнать в этом ролике, поэтому смотрите видео до конца. Чистка сосудов. Что это? В официальной медицинской терминологии не существует такого понятия. Убрать холестериновые бляшки, которые уже сформировались и прочистить закупоренный сосуд, как водопроводную трубу с помощью волшебного чистящего средства или нано-нитей, к сожалению, невозможно. Вокруг чистки сосудов уже сформировались целая индустрия. Однако препараты и процедуры, которые предлагают для решения проблемы, не обладают доказанной клинической эффективностью. То же самое касается и народных методов. Повышенный уровень холестерина увеличивает вероятность развития атеросклероза, главного врага ваших сосудов. Образующиеся бляшки способны нарушить питание любого органа, что чревато развитием серьезных осложнений. Наиболее подвержены этому процессу сердце и головной мозг. Сосудистые катастрофы, инфаркт, инсульт могут не пройти бесследно для организма и ограничить вашу активность. Чтобы помочь сосудам долго и правильно работать, о них стоит заботиться. Причем забота – это должна быть всесторонней. Профилактика должна начинаться заблаговременно. Почему закупориваются сосуды? Сосуды закупориваются по разным причинам, но чаще всего это происходит из-за холестериновых пляшек и отложения соли и кальция. Механизм формирования таких закупорок сложнее, чем кажется, и он стоит за нашими бытовыми привычками, даже самыми безобидными на первый взгляд. Например, когда мы едим сильно соленую пищу, происходит сгущение крови и задержка жидкостей, артериальное давление увеличивается. Когда мы испытываем стресс, вырабатываются гормоны адреналин и норадреналин, происходит сужение ключевых сосудов, а давление увеличивается, поскольку количество крови, которое необходимо протолкнуть сердцу, остается неизменным. В обычном здоровом состоянии сосуды справляются с такими нагрузками, но со временем могут начаться серьезные проблемы, и это не только гипертонистская болезнь. Признаки повышенного холестерина. Длительное время высокий уровень холестерина в крови у некоторых людей может никак себя не проявлять, поэтому после 40 лет рекомендуется один раз в год сдавать липидограмму. Это специальный анализ, который определяет уровень триглицеридов, жиров, общего холестерина, а также отдельных его фракций. Оказывается, холестерин может быть не только плохим, но и хорошим, поэтому так важен баланс. Причины повышенного холестерина. Примерно 80% холестерина в организме синтезируется в печени, остальные 20% поступают с продуктами питания. Если этот баланс смещается в ту или иную сторону, возможно повышение индекса атерогенностей. Повышенная концентрация вредного холестерина в организме обычно связана со следующими предрасполагающими факторами и обстоятельствами. Избыточная масса тела и ожирения. Питание жирной пищей. Малоподвижный образ жизни. Возраст после 50. Отогащенная наследственность. Курение пассивное и активное. Профилактика атеросклероза сосудов. Избегайте продуктов с высоким уровнем холестерина. Ограничьте в рационе продукты животного происхождения с высоким содержанием холестерина. Сало, жирное мясо, субпродукты, жирные молочные продукты и цельное молоко, яичный желток. Это не значит, что нужно совсем отказаться от белков и жиров животного происхождения. В меню должны преобладать овощи и фрукты, сложные углеводы и злаковые волокна, особенно клетчатка. Важно контролировать уровень сахара и не злоупотреблять сладким и мучным. Шоколадные батончики и снеги лучше заменить на сладости из сухофруктов и орехи, и организм скажет вам спасибо. Занимайтесь спортом, тренируйте сердце и сосуды. Рекомендуем уделять физической активности не менее 150 минут в неделю. Во время тренировок происходит детоксикация организма, а сосуды укрепляются. Это тоже своеобразная чистка сосудов. Даже после перенесенного стентирования, шунтирования, можно заниматься спортом и даже бегать в марафон. Однако таким пациентам сначала довольно продолжительное время нужно принимать препараты и наблюдаться у врача. Пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями необходимо рассчитать допустимый уровень физической нагрузки и подобрать ее оптимальный вариант. Проверьте свой уровень холестерина. Раз в год рекомендовано сдавать специальный анализ крови липидограмму, чтобы посмотреть, есть ли повышение уровня общего холестерина или его фракции. Таким образом, возможно своевременно понять, все ли хорошо с липидным обменом или необходима его медикаментозная коррекция. Первичная профилактика атрисклероза, закупорки сосудов, также предполагает посещение кабинета терапевта или кардиолога один раз в год, даже если нет жалоб. Вылечите парадонтоз, контролируйте уровень сахара и массу тела. В нашем организме все взаимосвязано. Доказано, что пациенты с парадонтозом, как пациенты с сахарным диабетом и избыточным весом предрасположены к атрисклерозу. Измеряйте артериальное давление. Абсолютной нормой артериального давления взрослого человека считается показатель 120 на 80 ртутного столба. Но в зависимости от индивидуальных особенностей организма возможны отклонения. Контролируйте уровень кальция и баланс питательных веществ в организме. Ежедневно рекомендовано дополнительно принимать омега-3 в организме. Эти полезные жирные кислоты самостоятельно не синтезируются и нужно есть очень много морепродуктов и салаты заправлять только льняным маслом, чтобы этот дефицит восполнить. Полиненасыщенные жирные кислоты омега-3 основа не только для крепких и чистых сосудов, но даже строительный материал для мозга. Среднестатическому взрослому человеку в сутки рекомендовано 250 мг омега-3 в течение всей жизни. Витамин Ка-3 препятствует в тому, чтобы кальций вымывался из костей и осаждался на стенке сосудов. Больше всего Ка-2 содержится в продуктах ферментации, сыре и кисломолочных продуктах. Соблюдайте питьевой режим, откажитесь от вредных привычек и высыпайтесь. Пейте чистую отфильтрированную воду в течение дня около 1500 мл. Допустимая норма алкоголя в день, который еще не вредит вашему сердцу и сосудам. Один бокал красного вина хорошего качества. От курения лучше совсем отказаться. Извлечь максимальную пользу от сна можно в том случае, если вы спите все 7-8 часов в комфортной обстановке, без света и гаджетов, а просыпаетесь только по будильнику или без него. На этом наш ролик заканчивается. Чтобы не пропустить следующие видео, подпишитесь на канал и поставьте лайк. Субтитры создавал DimaTorzok